МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начало сентября на Алтае можно смело назвать бархатным сезоном. Туристические маршруты еще заполнены, но поток уже постепенно снижается, и дороги не настолько загружены, как летом. При этом большая часть гостей, выбравших осень, приезжает именно в сентябре, нередко в самом его начале, захватывая последние дни уходящего лета. Сентябрь на Алтае контрастен и по погоде, и по краскам. Золото-лиственница сочетается с зеленью кедров и можжевельников. Многие приезжают именно в сентябре, чтобы сфотографировать яркие пейзажи. В начале осени все еще доступны сплавы по горным рекам, и велотуры, пешие походы, автобусные маршруты к местным достопримечательностям. Первыми осенью закрываются маршруты высокогорной области. Там выпадает снег, становится холодно, а на горных тропинках скользко. Однако еще до середины сентября можно совершать подъем даже на Белуху. В топ-5 регионов, жители которых чаще всего посещают Республику Алтай, первое место традиционно занимают жители Алтайского края – около 100 тысяч человек за туристический сезон. Затем следуют жители Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областей. На шестом месте по исследованиям этого года оказались туристы из северной столицы. Новосибирск Новосибирск Традиционно популярно в сентябре восхождение на Бабарган. Воздух становится прозрачным, и в солнечную погоду открываются захватывающие виды почти на сотню километров. При этом, прежде чем планировать восхождение даже на относительно невысокие вершины, желательно предварительно поинтересоваться прогнозом погоды. Тем, кто в сентябре планирует отдых в палатках, стоит учесть, что вечером и ночью становится холодно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok